В прошлый вечер я оставил вас с вопросом. Что сказал Пьер? Во-первых, Пьер сказал, «Ты начинаешь следовать традиционной роли пастора». Когда традиционная роль пастора — это роль профессионала. Профессионал, который подготовлен в сфере предоставления услуг для общины. Кстати, этому учат в семинариях. Пастор — профессионал, как врач или адвокат. Верно? Он подготовлен в сфере предоставления услуг. Какие виды услуг он предоставляет? Проповедует. Консультирует. Проводит. Причастие. Хотел бы сделать небольшой обзор и дать исторический фон. Каким образом развилась эта идея? Кстати, пастор смотрит за паствой, за сотнями людей, или даже тысячами в католической церкви один священник, вероятно, несет ответственность за несколькими тысячами людей. В протестантской церкви обычно меньше людей. Но модель протестантского пастора также очень похожа на модель католических пасторов, потому что он должен быть профессионалом. Позвольте мне объяснить это. В истории христианства мы называем это разграничением клира от мирян. Это также вошло в иудаизм, когда раввины исполняли роли священников. Частично, не полностью. Потому что раввины в иудаизме переняли роль и функции священников. В церкви третьего века проводили параллель между священниками церкви и священниками в еврейских писаниях. Это был другой класс людей. Как и еврейские священники, только клир мог выполнять определенные функции. Только профессиональный клир проповедовал Слово Бога. Как и еврейские священники, только духовенство могло совершать определенные обряды. Только профессиональный клир мог толковать Слово Бога. Самое худшее в католической церкви не хотели, чтобы люди могли сами читать Писание. Так же, как ветхозаветные священники должны были говорить людям о том, что говорит Писание, иначе каждый бы читал свой свиток. Итак, когда вы понимаете это, церковь первого столетия начала развивать модель духовенства, основанную на ветхозаветном священстве. Давайте построим кафедральный собор. Собор в форме креста. Да? Пусть это вас не смущает, потому что модель кафедрального собора на самом деле модель древнего храма, так как вход в церковь назывался притвором. Это параллельно Это аналогия внешнего двора в Библии. Также внутренний двор, куда могут приходить члены. А здесь у них есть алтарь. во внутреннем дворе. В церкви также есть алтарь, на котором вы приносите жертвоприношения. На этом алтаре находится жертва Иисуса, хлеб и вино. Вечный огонь. Омовение. Что в католической церкви названо крещением. В церкви до проведения Ватиканского собора была завеса, отделяющая святое святых, что представляет собой святое место. священник входит в святое святых, потому что в католической мессе отображен Йом-Кипур. Сама идея и система католической мессы укоренена в системе библейского храма в Иерусалиме. Это понятно? Кто из вас это уже знал? Некоторые из вас это уже знали. Но я не хочу сосредотачиваться на этом. Однако, эта система уже утвердилась к 4 веку. С проведением служб или без них все-таки это была христианизированная версия храма и я не буду рассматривать все «за» и «против». Класс клира, пастора, это идея священства. Только пастор может делать определенные вещи. Что же происходит? Он уходит и становится частью особой секретной школы под названием «семинария». И учится, как делать особые вещи. Никто больше не может это делать, потому что для этого нужно учиться в семинарии. То же самое происходит в католическом и протестантском мире. В католицизме все более мистично. Вино — это кровь Ишуа, и только священник может правильно обращаться с ней. То же и в отношении таинства брака, помазания елеем. Но также и Божьего Слова. Протестанты устранили некоторые функции. И все же существует разница между клиром и мирянами. Потому, в соответствии с традиционной ролью, только рукоположенное духовенство может консультировать, учить и проводить причастие. В однородной культуре это не так трудно. Потому что культура диктует, какими нужно быть родителями. Передает требования, предъявляемые к браку. Мама учит свою дочь о сексе, а отец учит своего сына. Верно? И переходит передача на уровни окружающей культуры. Поэтому духовенству не приходится слишком много исправлять людей. Существует культурная связь, преемственность. Например, в небольшом городке на протестантском севере. Возможно, в городке, где проживает пару тысяч человек, где есть католическая церковь из двухсот человек. И пресвитерианская церковь, методистская. Возможно, лютеранская церковь. И население разделено между этими церквями. Люди верны своим церквям. Пастор находится там в течение 40 лет. Все члены церкви живут в небольшом городке. Они живут одной общиной. Потому они могут жить в такой модели без проблем. Вы живете в урбанизированном обществе. Подобно древнему Ефесу в римском мире. Очень похожее на урбанизированное общество, среди которого существовала новозаветняя церковь. Вот что произошло в нашем обществе. Нет связи между поколениями. Независимость и бунтарство. Молодые люди взрослеют в культуре эллинизма. Они не знают, как жить. Их родители не знают, как их воспитывать. В жизни людей полный беспорядок. И этот профессиональный пастор, который не только проповедует и проводит Господнюю вечерю, и если он на самом деле заботится о людях, то хочет все исправить. Он хочет узнать, как же все привести в порядок. Я буду проповедовать сильные проповеди. Вот как я им помогу. Самые лучшие проповеди не могут все исправить в жизни людей, но только мотивировать их самих все исправлять. Потому что мы живем в таком обществе, то исправление означает консультирование, стать их родителями, потому что люди не получили этого от общества, общества, которое развалилось. Писание говорит, что пастора должны знать состояние своего стада. Когда вы узнаете их состояние, то это может вас шокировать. Они не читают и не знают Слово Божье. Они не знают, как слышать голос Духа Святого. Они не знают, как расти и распространять благодать Бога. Все же люди приходят и у них происходит замечательный опыт в общении, и в то же время они не изменяются. Поэтому сейчас все проблемы возникают перед пастором. И он так устает. Он так разочаровывается, потому что он просто не может. Если у него есть любовь, то она не реализована. и он впадает в депрессию. Почему пастор так поступает? Во-первых, у них нет понимания, что есть что-то лучшее. Во-вторых, происходит сделка. «Вы дадите мне статус профессионала, я единственный знаю, как это сделать, и тогда я вымотаю себя для вас». И люди говорят, «Можно, мы ни за что не будем отвечать. Мы будем просто посещать общину. Ты один будь в игре». Поэтому мы создаем что-то похожее на футбольную команду. У нас есть только один единственный игрок, центральный форвард. Итак, в послании к Тимофею вот что говорит Павел. Говорит Тимофею, «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом и Иисусом». Втором послании Тимофею 2.2. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом и Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других их научить». Во-первых, хочу отметить, что не имею ничего против семинарий. Я сам состою в совете семинарии и преподаю на двух факультетах семинарии. также я состою в совете библейского колледжа и преподаю в библейском колледже, в этом библейском колледже, MGBI. Но всё это только второстепенно и не стоит на первом месте, потому что в Библии нет такого понятия, как «духовенство». существует только различные уровни лидерства и функций. Люди могут быть лидерами, апостолами, пророками, пасторами, евангелистами, учителями. Кто был призван к этому, прошли подготовку, но теоретически эти роли доступны для каждого. Только они должны быть способны войти в эти роли Духом Святым. Поэтому в период Нового Завета не было этих громадных собраний. Большие церкви в качестве места, где можно получить профессиональные услуги духовенства возникли в основном после императора Константина, когда нужно было место, что-то вроде храма. Но в Новом Завете группа, собранная вместе, является храмом. они показывали реальность храма, практикуя дары Духа Святого. Не существует разграничения между духовенством и мирянами, но обыкновенный член общины может пророчествовать, наставлять и давать слово. член общины может применять дары Духа Святого для созидания тела Христова. Размер общин в Новом Завете первоначальных общин в Новом Завете это общины по домам. Я нарисую круги, символизирующие дома. И теперь я возвращусь к словам Пьера. в Новом Завете верующие в основном встречаются по домам, где они готовят новых лидеров малых групп. Лидер этой группы является дьяконом или пресвитером. Эти люди несут ответственность друг за друга. Они делятся своей жизнью, применяют дары Духа Святого, помогают друг другу исполнять все заповеди. те, у кого есть что-то, помогают тем, у кого нет. Основной лидер наблюдает за этой группой. И каждый в группе становится полноценным учеником. они создают вопрос Джона Уэсли. Как твоя жизнь относительно твоей победы над грехом, качества твоего общения с Богом и твоего свидетельства погибающим? Ты должен быть эффективен в этом всем. В Уэслинской группе выпад отчетный. В этих группах лидеры разглядят в двух-трех людях будущих лидеров в конце концов они формируют новую группу учеников. я не догматичен во всем. Некоторые люди подходят ко мне и говорят, что на Западе это не сработает. Поэтому мы должны делать это. И я говорю, в некоторых вещах я не пойду на компромисс. Во-первых, это смысл церкви или кехилы в Новом Завете. Смысл церкви не в этом. Вот суть и пресвитеры наблюдают за этой группой обоюдной подотчетности. Как только я понял, что это кехила, это церковь, то мне нужно изменить образ мышления людей. Некоторые говорят, это церковь. Нет, возможно, это церковная служба. У вас есть то, и нет этого. Тогда у вас нет того, что Новый Завет подразумевает под словом «церковь». И если у вас есть «это», то нет того. Тогда «это» — церковь, о которой говорит Новый Завет. Если присутствует и то, и другое, да, но акцент должен быть на этом. В этом вопросе я догматичен. Мне все равно, получится ли у вас, у вас должно получиться, потому что эта модель общины основана на ученичестве. Я не догматичен во всем, но я догматичен в этом вопросе. У меня есть догма, что бейсбол лучше, чем футбол. Я догматичен в некотором, но не во многом. Послушайте, я хочу сказать одно. Я должен догнать моих латиноамериканских братьев из Центральной Америки. В Центральной Америке понимают, что бейсбол — очень важная игра. Вот почему латиноамериканцы доминируют в бейсболе в Северной Америке. Не так ли? Я объясню, почему. Ещё один вопрос на потом. Если это тело Христово, тогда я задал Пьеру вопрос. До встречи с Пьером я не хотел организовывать малые группы. Пьер, как ты организовываешь своё время? Вот наша неделя. Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Суббота, воскресенье. Я знал маленького друга. Китсад, унтад. Я научился моего духовного отца, Шелтон Уэлш, из Уитонского колледжа. Я посетил его дом капеллана Уэлша. Ему позвонил пастор. И в то время он что-то делал в своём офисе. Капеллан спросил его, что ты делаешь в своём офисе? Ты должен находиться дома и учиться у Бога. Мне было 20 лет, 38 лет назад. Он тогда произвёл на меня такое впечатление. О, пастор должен утром находиться дома. Я так уважал капеллана Уэлша. Читая 10 заповедей, не убей, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй. И 10 заповедь, не завидуй. И 11 заповедь, если ты пастор, то должен быть утром дома. Почему? Потому что мой пастор сказал, что с понедельника по пятницу рано утром молитва, учёба, планирование, подготовка. И знаете, что ещё? Пьер также был с этим согласен. А в послеобеденное время администрирование и важные встречи. Позже я расскажу вам о том, что важно. Возможны встречи во время обеда. Но самое важное время вечером. Допустим, воскресенье, поскольку я, мессианский еврейский пастор, будет моим выходным. выходной. Выходной. Я спросил, у меня должен быть выходной? Как выходной? Ведь ещё так много можно что сделать. Тебе нужен выходной. Для твоей семьи. Это чудесно. Разве я могу на самом деле взять выходной? Конечно, можешь. Разве я могу созидать общину и в то же время брать выходной день? Никогда раньше об этом не думал. Возможно, я могу. У пастора должно быть два шаббата в мессианском мире. В принципе, как и в церкви. Для пастора воскресенье — рабочий день. В субботу священник работал в храме, потому суббота — это день для общины. Пастор с людьми утром, возможно, днём обедает с кем-то. Суббота — не мой выходной. Это их выходной. Но в этот день я должен служить общине. Воскресенье — мой выходной. В церковном мире понедельник — выходной. В христианском мире вы готовите проповедь в субботу. И понедельник — выходной. В том-то и проблема. Потому что дети в понедельник — в школе. А когда же можно с ними встретиться? И я спросил, «Пьер, а что ты делаешь вечером?» Он говорит, «Ты должен понимать, как я созидаю церковь. Когда я строю общину, то я не заинтересован в большом количестве людей. Я заинтересован в учениках. Поэтому я иду в город, размещаю объявление, новая церковь. Некоторые христиане постоянно ищут новую церковь, поэтому они придут. И он говорит, «Знаешь, я размещу объявление, буду проповедовать об Иисусе, о Его спасении, о Его любви, о Его желании сделать твою жизнь лучше, и после того, как я соберу 50 людей, я буду проповедовать о кресте, о жертвах, о радикальном посвящении, и тогда у меня останется 25 человек. После того, как у меня останется 25 человек, я приглашу их к себе домой. Мы будем общаться. И я научу их делиться друг с другом дарами Духа, быть подотчетными друг другу. В это время мы даже не пытаемся расти численно. Когда Ишуа вначале выбирал 12, было ли это только ради роста? Конечно. Затем число увеличилось до 70. Затем Пьер сказал, «Я выбрал двух лучших человек в группе. Из одной группы и я решил, что буду проводить время вместе с ними». Поэтому в понедельник вечером я провожу время с потенциальной лидерской парой. Весь вечер? Ай-яй-яй! Целый вечер посвящен одной паре. Вот что он делал. Во вторник вечером я провожу время с еще одной потенциальной парой лидеров. И в пятницу вечером мы встречаемся в нашей малой группе. в четверг вечером я провожу консультирование. Мне все еще приходится консультировать людей и готовить некоторых учеников, так как у меня нет еще других лидеров, поэтому мне приходится это делать. И в пятницу я беру вечер пятницы выходной. Как это? Еще один выходной вечер? Как ты можешь строить общину с одним выходным днем и выходным вечером? Ты, должно быть, сошел с ума. Но он так и делал. Я всегда беру выходной. Потом он сказал, Я готовлю учеников в этой группе. Я консультирую всех членов общины в четверг вечером. За один час у меня назначены три встречи. На следующей неделе я встречусь не по отдельности, а вместе с этими двумя лидерами. Возможно, иногда в этом не будет такой острой необходимости. И мы поиграем в бильярд. В конце концов, когда они будут готовы, тогда мы начнем искать вторую потенциальную пару лидеров. отцылаем их, и они организовывают уже две группы. Поэтому сейчас я становлюсь главным лидером над учениками. а они являются будущими лидерами. У них есть свои помощники. И когда эта группа становится ученической группой, я все еще буду встречаться с ними, периодически посещать каждую из этих групп. И все так же проходят ежедневные встречи по воскресеньям. Я очень хорошо знаком с лидером, известным в Соединенных Штатах, которого зовут Лэри Крайдер. Труднее всего применить эту систему в Соединенных Штатах, где люди такие независимые бунтари. Но мой друг Лэри применил это. Он начал общину именно таким образом. Тогда я не знал Лэри, когда Пьер показал мне эту схему. Я один из тех, кому Лэри подотчетен. Лэри создал общину таким образом. 8 общин, в которых находятся 3000 человек. И в итоге эти 3000 человек разделились на 8 общин. И теперь это национальная сеть из 35 общин. может быть 40 общин на данный момент. Они также создают общины в Африке, Азии, Англии. Лэри говорит, от дома к дому, от города к городу, от нации к нации. А начинается все с этого. Если это правильно, тогда все остальное будет правильно. Если это неправильно, то за всем остальным не угонишься. тогда это значит, что чем больше будет групп, давайте предположим, что у вас есть 80 человек и 4 группы. главный лидер этих 4 групп не должен проводить так много консультирования. Но он учит лидеров обеих групп проводить консультирование. Они хорошо подготовлены. А что если они не могут справиться с ситуацией? Если они не могут справиться с ситуацией, тогда они приходят с человеком или семейной парой к главному лидеру. Он будет подготовлен лидера в присутствии в консультировании более сложной ситуации. Поэтому в этой более сложной ситуации лидер сможет его научить. Хорошо. Я был удивлен. Сейчас возвратимся к важным встречам с людьми, которых я учу. Координаторами служений, лидером прославления, лидером образования, консультирования, которые я должен провести, посещение больных в госпитале. Все это вечером. Я возвратился в мою общину. я сказал, что поделюсь этим видением с моей общиной. Вся община пришла. Все сидели, и я рассказал им видение. Затем один член общины поднял руку и спросил, за что мы тебе платим. И если другие люди будут нашими консультантами и лидерами, ведь за это все мы тебе платим, это можно было почувствовать, потому что они были расстроены. Я сказал, вы понимаете, как показали исследования, что один пастор может эффективно учить и заботиться только о 25 людях. «Если я не подготовлю лидеров, то некому будет у вас заботиться». Но у меня была еще одна проблема. Помните, как я рассказал вам, что пришел в расколовшуюся общину, раскол между главным лидером и остальными фракциями. Мои пресвитеры не хотели заниматься этим. Они не хотели платить цену лидерства. Они хотели принадлежать совету пресвитеров, но они не хотели вести людей. Также они не хотели соответствовать еще одному очень важному критерию — гостеприимство. Настоящие лидеры приглашают людей в свой дом. Нам нравилось приглашать людей к себе в дом. Мы жили в течение 30 лет с людьми, которые не являются нашими прямыми родственниками. Мы все еще живем. Но у этих лидеров не было правильного понимания своего дома. Что я имею в виду? У моих лидеров были дома, их замки, а вокруг замков был ров и мост через ров. И мост ров. И еще крокодил в воде. и мост был всегда поднят. Вы не сможете построить общину центром общины. Если ваши люди не хотят, чтобы их дома стали центром общины. Поэтому нам пришлось изменять наших лидеров. О, как это было трудно! Вы хотите этим заниматься? Нет. Это очень интересно. на одного из наших лидеров так сильно повлиял Дух Святой 15 лет назад. Когда я призвал его быть таким лидером, то он прекратил все и ушел. когда Дух Святой сошел на него и на его жену и преобразовал его жизнь, только тогда он стал таким лидером. Он сказал, «Я хочу». Тогда я спросил, «А ты хочешь быть в Совете?» Он сказал, «Нет, я не хочу находиться в Совете, я хочу заниматься этим». Поэтому он так никогда и не стал членом Совета Пресвитером, а всегда дьяконом. Я бы хотел, чтобы он стал Пресвитером. Это было 25 лет назад. Затем он переехал в Израиль, а теперь он занимается по этой системе с Айтаном Шишковым. И когда мы только эмигрировали в Израиль, то жили в их доме, пока обосновались в Израиле. Это работает. И знаете, что произошло? Моя семья была счастлива. Мои дети были счастливы. Мы взяли отпуск. Наш дом был открыт. Люди приходили и гостили у нас. Мы проявляли к ним любовь. Вот что я узнал. В четверг у меня всегда был отведен на консультирование. Именно в этот день лидеры приводили ко мне людей в случаях, если было сложно разобраться с их проблемами. иногда мне приходилось посещать другие группы, когда у меня уже не было группы, чтобы посмотреть, как у них идут дела. Но иногда лидеры хотели, чтобы люди в их группах исцелились. я начал домашнюю группу по внутреннему исцелению и освобождению. И я спросил у каждой группы, расскажите мне одну из самых трудных ситуаций, с которыми вам пришлось столкнуться. Они посетили мою группу и исцелились. Затем мы этослали их обратно, чтобы помогать другим получить исцеление в своих группах. Одна из семейных пар стала лидерами. Они поехали в Израиль и стали готовить учеников в общине. Я вспоминаю все это. Почему я прекратил заниматься этим? И стал апостолом. Мне же ведь это нравилось. это было замечательно. Мы были в единстве. И некоторые из наших лидеров стали лидерами общин. Довольно многие из них. Потому что следуя такой схеме, мы готовим лидеров. Мы готовим лидеров. Лидеры это не те люди, которые посещают семинарию, но они учатся эффективно вести малые группы. Из этих людей, лидеров групп ученичества, вы начинаете выявлять различные комбинации даров. Вы видите, что кто-то евангелист, как Джефф Бернштайн, основавший общине в Москве и Казахстане. Другие пастора, как Эйтан Шишков. Другие пророк-евангелист-апостол, как Ашер Интрейдер. А другие пастора, как Дэвид Шнайер. Шнайер, который ведет общину в Одессе, Украина. Все они были моими лидерами малых групп. Здесь так важен Дух Святой, потому что Он вносит перемены, дает уверенность и желание. Дэвид Шнайер был лидером малой группы. Я спросил его, Давид, ты станешь лидером? Нет, это уж слишком. Я могу справиться только с этим. Хорошо, если ты можешь справиться только с этим, ты приносишь плод в этом, это хорошо, но я думаю, что ты будешь лидером, я думаю, что ты можешь быть пастором. «О, нет, 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 я боюсь этого». Затем пришло движение Духа Святого, и он был под силой Духа со своей женой. И он приехал в Одессу, на Украину и стал пастором. Вот что может сделать Дух Святой. Теперь каждый месяц я отсылаю деньги для поддержки Давида Шнайера. Сейчас мы говорим об основании общины в Париже, во Франции. Кто основатель? Тот же Давид Шнайер. Удивительно! Ведь эта структура обучения готовит лидеров. Я основал библейский колледж. Потому что я знал, хотя второстепенно, но все-таки важно, эти люди должны были изучить библейские курсы, курсы консультирования. Они нуждались с систематической информацией, когда проходили подготовку. Поэтому библейская школа дополняет это. Этим же занимается Лэри Крайдер и другие. В китайской церкви есть библейская школа. Вы можете приехать и остановиться в библейской школе. Поэтому он созывает лидеров малых групп приехать в библейскую школу. И затем они возвращаются домой. Я мог в действительности делать все это и брать выходной один раз в неделю, утром учиться, молиться. Затем я подошел к президенту национального совета. И тогда я мог так жить. Мне тогда еще не платили за это. Неплохо, а? ведь Бог не делает ошибок. Он не дал нам невозможную работу. Он сказал, идите и учите все народы. И оставил модель, которая находится здесь. Вот как Ишуа готовил учеников. И апостолы также. Мы можем устроить праздник, куда сойдутся все группы и сделать служение похожим на храмовое. Но это только второстепенное. Но вот что главное.